А всем привет еще раз! Небольшой экстренный выпуск от канала «З нами же выехали». Только мы проговорили про то, что папа еще в форме, как уже вечером сегодня, 4 февраля, появилась новость на сайте Конституционного Совета Казахстана. В ней говорится о том, что Нурсан Назарбаев направил обращение в Конституционный Совет об официальном толковании пункта 3 статьи 43 Конституции Казахстана. Вряд ли кто-то знает Конституцию наизусть, поэтому процитируем этот пункт, который Назарбаев попросил истолковать. Полномочия президента Республики Казахстан прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности, либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан. Конец цитаты. На самом деле новость совсем не простая и требует каких-то официальных пояснений. Все остальное является лишь домыслами, но попробуем их вам предложить. Тем более, что по этому поводу неплохо высказался на своей странице в Facebook юрист Джухару Тибеков. Вообще, конечно, интересна у нас Конституция, отдельные пункты которой еще и требуют дополнительного толкования по запросу президента. Так вот, что по этому поводу сказал Тибеков, цитата. А мне кажется, истолковать в этом плане в Конституции можно только одно. Она не предусматривает отставку президента. В Конституции четыре основания прекращения полномочий президента. Избрание нового президента, кончина, засрочное освобождение по здоровью, отрешение должности за госизмену. А вот отставки нет. Например, в Российской Конституции отставка есть. Благодаря этому спокойно прошел ельцинский мухожук. Нашим же отцам-основателям при разработке Конституции мысль такая в голову не приходила. Президент может покинуть свой народ? Да не, бред какой-то. Конец цитаты. Для тех, кто не понял, что такое мухожук, многие помнят, как ельцин несколько неожиданно объявил о своем уходе с поста президента с передачей полномочий Владимиру Путину. То есть, по сути, эта новость сводится к тому, что Назарбаев запустил вопрос официальной проработки вариантов транзита поста президента. Вариантов тут сколько угодно. Досрочные перевыборы, а затем назначение преемника. Вот как раз на этот случай ему нужны какие-то поправки в этот третий пункт, чтобы можно было конституционно передавать полномочия. Или транзит состоится без его участия во внеочередных выборах. То есть, он на них объявит, а на время до выборов поставит временника на должность президента. И в этом случае тоже должны быть косметические правки. В конечном же счете подчеркнем, что сейчас стоит, как нам кажется, вопрос транзита должности президента, а не власти в принципе. Так как напомним, что Назарбаев также является главой Совета Безопасности Казахстана. Он занимает пожизненно должность, которая имеет даже больше фактически полномочий, чем у президента. Другой вопрос, что должность президента будет в некотором смысле формальной до того, как Нусан Назарбаев покинет сей бренный мир. А вот после этого и сформальная должность президента должна стать максимально фактической. То есть, к фигуре того, кто станет президентом в ближайшее время, нам в любом случае нужно будет присмотреться. А может даже начать привыкать. В общем, началось. Всем попкорна! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!